Между ними происходит упор костной ткани по каким-либо причинам. Чаще всего связано либо с перегрузкой окклюзионной или с воспалительной реакцией в области. Делали краткий стул, мы ее вместе все спешили. Строение парадонта, строение ткани в переимплантной зоне, швы, методики… Узбек Николаевич любезный нам все еще про всякие мембраны рассказывал, плотно замечающий материал, потому что мы тоже, естественно, в парадонтологии пользуемся. И НРТ пришло из парадонтологии, потому что в 1972 году была предложена первая такая методика, направленная тканевая регенерация. В общем, произвело «бум», это было в Кёльне, после этого все сказали, вот наконец-таки мы будем лечить парадонтологию, парадонтологию. Да, и везде у нас вырастет костер. Поэтому сейчас мы перейдем, на самом деле, к тому, что сегодня бы хотелось осветить. У нас очень, к сожалению, сжато время и сжатый очень объем. Объем огромный, вопросов у вас очень много, это очень приятно, что вообще так всем все интересно. Я всегда считаю, что стоматологи самые трудолюбивые врачи. В будущем году будет отдельный курс по пластике мягких тканей двухдневных, где, скажем, вот это все будем разбирать отдельно. Поэтому, если вам интересна эта тема, потому что я, на самом деле, к сожалению, толком никто не освещает искренне и честно с какими-то примерами. Либо это оставляет как сугубо коммерческая информация, для персональных каких-то курсов, зарубежных, отечественных, ибо просто, скажем, люди не владеют материалом, который вы себе не считаете. Но она тоже читает в основном мукогенгевальную технику. Никто вот эту, она же тоже, она вообще продонтолог. Александра Юрьевна, она продонтолог. Она, но она тоже, она вот здесь вот по келитажам, здесь волоскутные изделия, вот мы все подготовили, а теперь мы делаем пластику. Вот это все, что было до этой пластики, утрачено у нас, к сожалению. В институте мы больше это не проходим, ну, наши, да. То, что проходили более старшее поколение уже не имеет отношения к действительности, это просто локус, который выпал. Мы хотим немножко восстановить с точки зрения уже новых стандартов Академии продонтологии, которые являются пока все-таки всемирным стандартным, да, Чикакская Академия продонтологии, вот, и осветить эти вопросы. Все, больше не отвлекайтесь. Мы верим вас. Спасибо. А пластика мягких тканей. Естественно, возникает такой вопрос всегда, когда у нас нету весной, по причине различной, в основном это в области зубов передней группы, фронтальной, там, боковой премоляры, рецессии, так называемой, класс рецессии мы с вами рассобрали ранее. Планирование и прогноз операции происходит в зависимости от взаимоотношения прикрепленной и свободной Дисней и класса рецессии. Это все просто, мы все об этом поговорим. Методики пластики мягких тканей, я думаю, что утомлять вас именами и фамилиями, наверное, не очень справедливо, потому что их огромное множество, очень спорные моменты, кто там что кому где, что в первый раз предложил. Я считаю, что если врач понимает, что он делает и владеет хирургической техникой, он может в каждом индивидуальном случае создать свою собственную модифицированную. В этом нет ничего страшного. Главное понимать, что куда вы тянете, как у вас будет расти и как будет заживать и какие сроки для эпитализации, для нагрузки, для всего. Я еще раз могу сказать, я не люблю техники свободными небными трансплантантами, просто связано это с тем, что у меня чаще всего у пациентов тонкий биотип Дисней, к огромному сожалению, полноценный, этот лоскут можно взять только полнослойный, ну и потом его, например, доэпитализировать, если я его погружаю в какой-то там карман или еще куда-то. В общем, все это, иногда приходится такие вещи делать, но не любимая моя работа. Я очень люблю всякие смещенные лоскуты, когда можно поварировать вот туда-сюда, чтобы было питание, чтобы ножка, чтобы он точно понимал, что он у тебя не погибнет нигде, что он прикреплен широким основанием, да, расширяющимся, питательная зона у него хорошая, что он имеет надпосницу. Вот на этом слайде вам представлена эта методика по Тарно, модифицированная кем-то из итальянцев, насколько я помню. Да, это итальянцы, это перемещенный латерально смещенный лоскут. Можете закрыть этот дефект трансплантантом, чтобы еще добить пациента танцем и взять с него побольше денег, а можете келагеновую лобку туда пришить, все это само зарастет у вас. Суть ваша в том, что вы очень хорошо закрыли ту рецессию, которая была большая. А вот эти маленькие участки, у вас не будет здесь дефекта вот там, где обнажена, да, вот этот дефект, который получился после фиксации первичного лоскута, вот этот вот на левом слайде, который. Можете, у нас даже были такие работы, я видела их лично, когда вот этим вот, после центрифугирования вот этим мембраной просто туда укладывали, отжимали и все зарастало. А мы подрафтом и подрафтом? Нет. Мы подрафтом и подрафтом. Зачем? Ну, чтобы не была открытой вкусной поверхности, не болела. У вас там не будет болеть ничего. Закройте головину. Ну, и сразу пройдусь по поводу всех мифов, по поводу протравливания корней, по поводу всяких там каких-то кортикотомий опять же. Это все полная ерунда. Так же, как эмалевый комплекс, эндоген. Угу. Тоже ерунда, да? Абсолютно. Угу. Не прилипают эти лоскуты. Вот я пользовалась просто. Если ты сделал прогнозируемое лечение и правильно все, клинически ты выбрал правильную методику. Если ты все рассчитал, у тебя получилось. Если ты не рассчитал, что ты туда не подклей. Ну, это невозможно. Это чудеса, в которые просто хотят люди верить. Человек, который никогда не оперировал рецессией, пришел, купил себе шприц эндогейна и аэратора протравливающего, намазал все, переместил лоскут двумя разрезами, и у него вдруг все зажило. Это чудеса. Так не бывает. Вот. Есть очень интересная методика. Мне она очень понравилась. Я ее сама пробовала. Мне, к сожалению, нет фотографий своих собственных вам показать. Очень жаль, может быть, мы исправим это к весне. Методика очень интересная. Дело выполняется. Мы сегодня ее обязательно отработаем на свиных головах. Чуть-чуть просто там обманем по природу, потому что сначала лоскут сделаем, установим имплантатые формирователи, а потом в области них сделаем вот это. Малоинвазивные, насколько вы понимаете, вообще фактически, ну, вы меньше, чем под имплантацию делаете разрез. Это называется ротированные сосочки. Придумал эту методику Патрик Палача. Достаточно известный продонтолог, такой молодой доктор, молодой профессор, очень интересный человек. У него много всяких вот таких придумок. Он практикующий имплантолог и продонтолог. Очень много всяких вот таких малюсеньких всяких, где сосочек надо восстановить. Вот у него интереснейшие предложения с моей точки зрения. Здесь есть особенность. Очень все просто. Вот выполняется разрез. Откидывается. Делается удобно уложить вот этот лоскут. Он прямо вот здесь у вас будет выстоять над формирователем. И прямо по формирователю вот так провести вот эту линию скальпелем и вы опретесь в формирователь. Это очень удобно. Ваше самое главное не рассечь, не увлечься. Остановиться сразу вот здесь вот на границе диаметра формирователя. Чуть-чуть вот может быть миллиметр вы выйдете из него. Всегда рассечение начинается с медиальной стороны. Вообще в продонтологии все лоскуты идут от медиальной поверхности. Ну это такое правило, такой закон. Здесь тоже вы, вот вы знаете, ну вы отсюда начали, потому что это клык. Это в области четвертого, пятого зуба у него пластика. Вот здесь вы сосочек вот сюда восстанавливаете. Вот сюда вы его уложите. Вот этот вот сосочек, который вы вырезали, вы уложите сюда. Здесь вы просто сведете все это вообще между зубными швами. Эти сосочки, во-первых, у вас будет плюс ткань, которая у вас получилась вот здесь. Потому что вы вырезали вы только вот эту часть. А вот эта часть, которую вы раньше, когда вы восстанавливали формирователь, выбрасывали в помойку, вы ее использовали. У вас вот здесь получилось еще прибавление ткани и увеличение зоны керантинизированной десны. Для того, чтобы потом в области ортопедической реставрации у вас был вот такой вот десневой валик, достаточно эстетичный и красивый. Субтитры создавал DimaTorzok